Владимир Ружицкий выступил перед жителями округа с ежегодным отчетом. В своей речи он подвел итоги работы за 2019 год и обозначил цели, которые предстоит достичь в 2020. Главные тезисы доклада в репортаже Дарьи Борисовой. «Нас объединяет единая цель, чтобы в Люберцах хотелось жить, учиться, работать и отдыхать. И к этой цели мы идем все вместе». Повышение уровня жизни населения – главный вызов современности. Люберецкие власти его приняли. Лучше всего о благополучии жителей говорят экономические успехи. Средняя заработная плата в округе увеличилась на 6% и составила 63 тысячи рублей. За год в Люберцах создано почти 2000 новых рабочих мест, во многом благодаря привлечению инвесторов. Так, в августе удалось подписать соглашение с международной компанией «Ирекс». «Ирекс» реализует в Люберцах инвестиционный проект по строительству нового производства у нас сладкого комплекса. Объем инвестиций – более миллиарда рублей. В рамках проекта будет создано более 200 новых рабочих мест. В планах компания полностью перенеси свое производство в Люберцы». Добраться на работу люберчане могут с комфортом. Над благоустройством городского округа работают непрерывно. Это касается и дворов, и общественных территорий. В 2019 году преобразилась улица Звуковая. Обустроена пешеходная зона на пересечении улиц Смирновская и Юбилейная. Особое внимание уделяют дорогам – автомобильным и пешеходным. За прошедший год отремонтировано 58 дорог и 76 тротуаров. Завершены масштабные работы по реконструкции Зенинского шоссе и моста через Пехорку. «В рамках реконструкции расширено дорожное полотно до четырех полос. Построена новая автомобильная развязка и мост. Проложен тротуар. Организована ливневая канализация. Установлены мачты освещения. Выполнено переустройство светофорного объекта. Все это позволило более чем в два раза увеличить пропускную способность автотрассы». Качество жизни населения зависит от качества медицинской помощи. Главная проблема Люберецкого здравоохранения – дефицит врачебных кадров. Частично решить ее помогло слиянием медучреждений округа. Теперь пациент может записаться на прием в любую поликлинику, где есть необходимый специалист. Непрерывно ведется работа по привлечению новых кадров. Так, в 2019 году к работе в Люберцах приступили 32 терапевта и 7 педиатров. «В текущем году необходимо привлечь 15 участковых терапевтов и 12 участковых педиатров. Есть острая потребность в узких специалистах – неврологах, отоларингологах, офтальмологах и кардиологах. Мы концентрируем усилия именно на первичном звене. Решаем жилищные проблемы медиков в первоочередном порядке». В центре внимания люберецких властей – семьи с детьми. За воспитание подрастающего поколения отвечают детские сады и школы. В округе отсутствует очередь в дошкольные учреждения для детей старше трех лет, но есть потребность в ясельных группах. Сократить дефицит мест в Яслях помогает возведение новых детских садов. В 2019 году открыты два дошкольных учреждения на 400 мест. Позаботились и о школьниках. В микрорайоне «Самолет» начались уроки в новом инженерно-технологическом лицее на 1100 мест. «В 2020 году введем эксплуатацию еще три детских сада на 730 мест. Из них 290 – ясельных и три школы на 3700 мест. Это микрорайон «Зенина», «Самолет», это микрорайон «Мирный», «Тамилина». Результаты работы люберецких властей оценило правительство Московской области. Округ занял 11 место в рейтинге 50. Это уверенная зеленая зона. Среди городов с численностью населения более 300 тысяч человек люберцы стали лидером. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий. До встречи! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok